Славочка сказал, что Сатана хочет разжечь на планете войну между мусульманами и христианами. Но Бог этой войны не допустит, поэтому поднимутся буддисты. Славочка сказал, что Сатана хочет разжечь на планете войну между мусульманами. Славочка сказал, что Сатана хочет разжечь на планете войны между мусульманами и христианами. Наша страна будет воевать с китайцами. Китайцы сюда зайдут, как на свою территорию. Я сейчас точно не помню, или им ее продали, они ее считают своей. У них есть свои пророчества. И они знают, что они здесь будут. И они сюда спокойно войдут. И им кто-то будет сопротивляться, будут идти кровопролитные бои. А кто-то и так, Славочка сказал, высадят десант. Вы, говорит, утром проснетесь. В окно как посмотрите, китайцы. В другое окно посмотрите, китайцы. Знаете ли вы, что по соседству с нами, как на дрожжах, растет мощнейшая военная держава? Всего за несколько лет китайская армия невероятными темпами превращается в один из важнейших факторов мировой политики. Пекин постоянно увеличивает военные расходы. В минувшем году на перевооружение и закупку оружия Китай потратил 150 миллиардов долларов. Для сравнения, в России эта сумма составляет 75 миллионов. Кстати, Россия немало способствует росту китайской военной мощи, продавая в Поднебесное вооружение в особо крупных размерах. В феномене китайской армии разбирался Андрей Воробьев. 25 миллионов солдат и офицеров. Именно столько сегодня насчитывает китайская армия. Это в 25 раз больше российской армии и в 50 раз больше американской. Мало того, в случае тотального вооруженного конфликта под ружье китайцы могут поставить еще 400 миллионов резервных войск. И тогда армия Китая по численности будет превышать население России и Америки в месте взятых. Исходя из совокупной мощи Китая, она непобедима. Никем. 2009 год. Пекин. На площади Тянь-Ань-Мэнь в честь 60-летия основания Китайской Народной Республики проходит военный парад. Впервые, кроме привычных танков и бронемашин, в Показе Тянь-Мэнь в Показе Тянь-Мэнь в Показе Тянь-Мэнь в Показе Тянь-Мэнь. Продолжение следует...